Аналитику, новости и тренды уже собрала для вас наша команда экспертов. Это актуальный обзор рынка акций США. Здравствуйте! Среда стала очередным хмурым днем для утомленной чередой нервных сессий Уолл-стрит. Мулатильная сессия завершилась для индексов потерями, хоть и незначительными, но сегодняшний день обещает быть гораздо значительно хуже. Биржевые топы США в среду продемонстрировали умеренное снижение. Dow закрылся ниже 0,7%, NASDAQ потерял 0,15%, а S&P 500 – 0,5%. Сегодняшний премаркет тройка индексов провела тоже снижаясь, но более быстрым темпом. Индексы теряли от 0,5% до 1,5% в весе. Что касается торгового диапазона, то он для S&P очечен в пределах 3650 – 3790 пунктов. Свежие данные по индексу потребительских цен взволновали и без того нервный рынок. Повышение на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС теперь полностью учтено в цене, и инвесторы начинают оценивать повышенную вероятность того, что следующее повышение ставки ФРС может быть на 100 базисных пунктов. Дорогу к такому развитию сценария в среду проложил Банк Канады. На фоне удручающих данных на арену снова вернулись размышления о грядущем спаде экономики. В заметке, опубликованной в среду, аналитики Банков Америка заявили, что рецессия в США наступит во второй половине 2022 года и что американцы ощущают тяжесть так называемого инфляционного налога. Кроме того, появилась новость о том, что МВФ планирует снова пересмотреть свой прогноз глобального роста в сторону снижения в связи с ростом глобальных рисков. Новый день облегчения рынку акций не принес. Индекс цен производителей также не совпал с прогнозом рынка и вернулся к февральскому уровню. Цены производителей конечного спроса выросли на 1,1% в месячном исчислении. Этот показатель является самым высоким за последние три месяца и превышает прогнозы рынка 0,8%. Цены на товары подскочили на 2,4%, что значительно выше чем 1,4% в мае. Причем более половины прироста было вызвано ростом цен на бензин на 18,5%. В годовом исчислении инфляция производителей ускорилась до 11,3% – это самый значительный рост с рекордных 11,6% в марте. Однако базовый индекс, не учитывающий стоимость энергии и продуктов питания, снизился до 8,2% в годовом исчислении с 8,3% и до 4,6% в месячном исчислении. Не лучшие новости в отдельных секторах. JP Morgan и Morgan Stanley начали сезон отчетности с неутешительных результатов, что усилило опасения по поводу потенциальной рецессии. Акции JP Morgan упали на 3,2% на премаркете после того, как компания сообщила о падении прибыли во втором квартале. Джейми Даймон, исполнительный директор крупнейшего банка США, отметил ряд проблем, включая геополитическую напряженность, высокую инфляцию и невиданное ранее – количественное ужесточение, как угрозу глобальному экономическому росту. Акции Morgan Stanley упали на 2,6% после сообщения о снижении квартальной прибыли. А цены бумаги других банков, в частности Wells Fargo, Goldman Sachs и Citigroup упали на 1,8% и 2,3% на предрыночных торгах. Кроме того, продолжается полоса неудач для Twitter, соцсеть сегодня была недоступна в результате крупного сбоя. В США было зарегистрировано более 27 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с Twitter. Пользователи в других странах, включая Великобританию, Мексику, Бразилию и Италию, также сообщили, что Twitter не работает. Что касается положения на валютном рынке, то котировка индекса доллара сегодня продолжает пребывать в своей лучшей форме. В четверг индекс доллара поднялся до отметки 109,10 и достиг нового 20-летнего максимума. Учитывая свежие экономические данные, можно сказать, что перспективы у индекса остаются хорошими, а диапазон движения котировки может раскинуться в пределах отметок 108,60 и 109,20. Ставка на более агрессивное ужесточение политики ФРС и приток инвесторов в безопасный доллар помогают американцу продолжать доминировать над остальными топовыми валютами в корзине. Индекс вырос приблизительно на 14% в этом году. Евро после достижения паритета с долларом впервые за 20 лет скатился к отметке 0,9953, а иена торгуется выше отметки 139 пунктов впервые с 1998 года. Сегодня перспективы у корзины тоже выглядят довольно мрачно. И речь в первую очередь о евро. Европейская комиссия снизила свои прогнозы экономического роста в еврозоне и на этот и следующий год пересмотрела оценки инфляции в сторону повышения. На фоне медленной и депрессивной Европы ФРС США, конечно же, выглядит довольно агрессивно. Так член ФРС Рафаэль Бостик сказал, что все в игре, когда журналисты спросили его, рассматривается ли возможность повышения ставки на полный процентный пункт. А президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что нет причин для повышения ставки менее чем на 75 базисных пунктов. При этом свежая статистика сегодня показала довольно внушительные изменения на рынке труда на этой неделе. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, увеличилось на 9 тысяч до 244 тысяч, при ожидании рынка в 235 тысяч. Показатель является самым высоким с ноября 2021 года, поскольку все больше компаний объявляют о сокращении рабочих мест на фоне экономической неопределенности. Что же касается пары доллара американского и канадского, то канадец сегодня выглядит побежденным. Пара выросла на 1,71% и достигла высоты 1,32 – это 19-месячный минимум для канадца. Разгон котировки в преддверии открытия сессии в США увеличивался. Таким образом, торговый диапазон для USDCAD отчерчен в пределах 1,3060 и 1,3220 – очень широкий диапазон. Как мы уже отмечали, в среду Банк Канады повысил ключевую ставку на целый процентный пункт до 2,5%, чего не наблюдалось с 1998 года. Такой шаг удивил аналитиков, ожидавших повышения лишь на 75 базисных пунктов, и одновременно дал понять, что на ближайшем заседании ЦБ будет повышать процентные ставки и дальше, чтобы сдерживать растущую инфляцию. Но этот факт не помешал дальнейшему падению луни. Не стали опоры для канадца и нефтяные котировки черное золото сегодня в распродаже, нефть марки Brent упала на 3,3% до 96,36 доллара за баррель. WTI подешевела на 3,77%. Данные, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о послаблении спроса на энергоресурсы в США. Объем поставок упал на 18,7 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с июня 2021 года. В то же время в Китае продолжается ограничение импорта сырой нефти, что, вероятно, еще больше повлияет на мировой спрос на нефть. Что касается криптовалютного рынка, то сегодня биткоин отчаянно пытался восстанавливаться, но к открытию сессии все же снова скатился к отметке в 19 700 долларов. Если высоту в 19 500 сегодня удержать не удастся, то дальше актив двинется к отметке в 19 200 и ниже к уровню 18 600. Оптимистичный сценарий дальнейшего движения котировки сегодня выглядит как флетовое движение, очень оптимистичный как рост до уровня в 20 200 долларов. С учетом общего фундамента дня, обратной корреляции биткоина с индексом доллара США и прямой с фондовым рынком, очередной ретест недавних минимумов выглядит наиболее вероятным. Таким был взгляд на будущий торговый день от наших аналитиков. Рынки остаются довольно волатильными и торговая сессия обещает быть такой же. Мы же желаем вам в этом шторме не упустить нужную волну. Всем прибыльных сделок и до новых встреч на канале. Увидимся завтра.